О единстве говорилось столь много именно потому, что его не было на деле. Борьба шла за создание правящего большинства политбюро. И, конечно, за место первого среди равных. Запоздало, попытавшись дать бой Сталину, из вождей изгнаны двое других членов правящего в СССР Триумфирата. Григорий Зиновьев. Зиновьев Григорий Евсеевич, председатель Петроградского совета. И Лев Каменев. Каменев Лев Борисович, председатель Московского совета. Вместо особо влиятельного Зиновьева править Ленинградом поставлен Сергей Киров, быстро превращаемый в деятеля союзного значения. Зиновьев и Каменев еще при жизни Ленина поддерживали Сталина в противовес Троцкому. Теперь, когда Троцкий больше не вождь, старые союзники Сталину не нужны. Зиновьев и Каменев выступили против возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Они обвинены в левом уклоне относительно пока генеральной линии сохранять НЭП. Дальновидность Сталина проявилась в том, что он понял, на какой платформе можно будет оставаться у власти. Это была ленинская платформа НЭПа. Ленинград – бывшая столица Российской империи. Здесь, в Смольном, 9 лет находилась штаб-квартира Зиновьева, бесконтрольного диктатора города и всего северо-западного края с населением более 5 миллионов человек. Зиновьев лишен своей ленинградской вотчины, и он больше не глава Коминтерна, где выглядел лидером мирового коммунистического движения. Каменев не правит Москвой. Таким образом, прежний триумвират Сталин, Зиновьев, Каменев распался. В Ленинград Сталин переводит Кирова, до этого возглавлявшего Азербайджан.